Привет, друзья, подписчики мои! Приветствую вас всех на втором дне турнира Шаманов! Вчера было действительно жарко, зрелище, кто не видел, гляньте ролик на канале в бете, турнир Шаманов, байзон. Вот, а сегодня у нас вторые участники на арене Хасбро. Долго тянуть не будем, долго болтать не хочу, давайте сразу к бою. Поехали, вчера у нас остались Лангинус, вчера остался без дела, поэтому сегодня он выступает первым против Джагмен Джокера. Довольно будет интересная жарко битва, левосторонний Лангинус против правостороннего Джокера. И Лангинус проигрывает, друзья, в этом раунде, Джокер отправляется дальше. Идем дальше, ой-ой-ой, Лорд Спрайзон против Валькирии и поворот, поворот, поворот. Слэш Валькирия обрывается, Лорд Сприган тоже. Разносят мою арену в разные стороны, опачки, выбивания здесь отсутствуют, но можно выкинуть за пределы ринга. Итак, Слэш Валькирия проигрывает, Лорд Сприган идет дальше. Ой-ой-ой, Роктавор против Биг Бэнг Генезис. Вот это будет битва, что надо, я чувствую, я прям чувствую. Итак, первый бой, первый раунд, поехали. Роктавор спокойно занимает центр ринга, если так можно назвать центр на этой арене. Так, довольно интересный бой, спокойно соперники обмениваются ударами. Так, никто по кругу ни юлит, ни бегает, ни пытается читерить. Так, спокойно. И Биг Бэнг Генезис пал в этом раунде. Отлично, идем дальше. Супер Атат Гипериум против вот этого чувака, короче. Пятый сезон встречается. У-ля-ля. Поехали. Так. Прокачанный Хайперион. Не прокачанный, а покрашенный. Другой цвет. Проигрывает Роктавору из рандом бустера. Отлично. Идем дальше. Ой, Гайсту Фафнир против Кингелиуса. Два левосторонних боя впервые встречаются именно во втором дне на моем турнире. Шаманов. Переставляю пускачки. Поехали. Фафнир. Фаворит турнира. Один из фаворитов турнира. Встречается с Гелиусом. Ни у кого нету возможности раскручиваться. Два левосторонних сильных соперника встречаются в этом поединке. И, к сожалению, Фафнир вылетает с турнира. Шаманов. Такое бывает. Гелиус оказался мощнее. Дальше идем. Империал Дрэгон против Эйс Ашурки. Друзья мои. Поехали. Хороший будет бой, я чувствую. Да. Арена идеальная именно для второго дня. Мне кажется, хорошо, что мы начали именно с нее. Так. Арены подобраны специально таким образом, чтобы у всех были равные шансы, но как бы усложнить соперникам. В смысле, каждым из групп равные шансы, но, тем не менее, усложняют жизнь бойцам. Итак, что тут Валькирия против Визард Фафнира? Вот это, вот это хорошо. Вот это я хочу посмотреть. Прямо будет сейчас интересно. Я прям чувствую. Поехали. Фафнир. Оу, взрывной финиш. Один из немногих на этом турнире шамана. В этот раз бойцы взрываются крайне редко. Так, собираю Фафнира, и мы продолжаем двигаться дальше. В следующих поединках у нас сразятся кто? Кто это будет? Релкинг Дэспрайзен против Рок Драгона. Вот это будет хорошо. Вот это прям будет очень интересно посмотреть. Интересное зрелище. Погнали. Вау, Роял Кинг, как скейтбордист, залетает на арену, и все, побеждает Дракона. Следующие батлы. Гелиус против Грэнд Валькирии. Погнали. Гелиус или Валькирия, кто же, кто же, кто же. Остается всего, кстати, 4 участника у нас. Ну, вернее, 5, но давайте вот так сделаем. Отправляем Эль Драга дальше. Промахнулся я. Побеждает у нас этот Грэнд Дрэгон. Победил Кинга Гелиуса. Вы видели такое где-нибудь? Эйс Дрэгон против Космо. Валкири. Поехали. Слушай, на этой арене быстрее, мне кажется. Бои проходят, чем на обычной. Сразу мощный удар от Дракона. И в финале у нас ходится Юнион Диаболос против Звей Ланджинуса. Да, проигрывает Валькирия. Идем дальше. Звей Ланджинус против Юниона Диаболоса. Что ж, друзья мои, вот такой был насыщенный второй день. Следующий ролик на арене с шипами. Третья команда участников будет сражаться. Не команда, а третий каст участников. И Ланджинус покидает наше соревнование. Вот так бывает, к сожалению. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока-пока. Ролик уже в три часа сегодня на канале по МСК. Всем пока-пока.